Всем привет! С вами Дмитрий Петров и футбольный регион на канале Губерния. Наша программа продолжает следить за подготовкой крыльев советов к возобновлению чемпионата на зарубежных сборах. На прошлой неделе крылья провели первую контрольную встречу. Соперником нашей команды стал «Шахтер» из Караганды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состав крыльев в матче с «Шахтером» до самого игрового дня оставался неизвестен даже тренерскому штабу нашей команды. Участие в этой встрече целой группы игроков зависело от решения докторов. В результате бразильский защитник Бруно Телес смог появиться на поле с первых минут. А вот целая группа основных футболистов встречу по разным причинам пропустила. Корнеленко, хоть и чувствует себя хорошо, должен строго придерживаться решения докторов, которые запретили ему играть три месяца после операции на колени. К Байера и Гаро пока не набрали нужных кондиций, а Павленко просто решили поберечь. Он почувствовал боль после серьезных нагрузок и пару дней провел, работая в индивидуальном режиме. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соперник в первом матче года крыльям достался весьма любопытный. Горняки не только в национальном чемпионате наделали шуму. Успели запомнить команду из Казахстана и в Лиге чемпионов. Причем не только и не столько благодаря уверенной победе над БАТЭ и успеху в домашнем поединке с Селтиком. Все ответственные матчи и турниры шахтер начинает с ритуала жертвоприношения. Полузащитник крыльев Станислав Драгун оказался осведомлен не только о ритуалах, но и о сильных сторонах противника. Самарцы знали, к чему готовиться. Там высокорослые ребята, очень большое внимание уделяют стандартам. Думаю, физически они все-таки будут получше, нас готовы. Но мы, надеюсь, возьмем чем-нибудь другим. У меня хороший друг играет в этой команде. И действительно рассказывал, что привозят Барана прямо на стадион, режут в центральном круге его. И, скажем так, кто должен забивать голы, окунает в эту лужу крови свои бутсы и мажет их. И это считается как бы на удачу, что будет много забивать голов тот человек. И, скажем, мой друг макнул действительно в кровь бутсы и стал там лучшим бомбардиром Казахстана. К счастью, в товарищеских встречах шахтер пользуется более мирными ритуалами. На этот раз футболисты из Караганды всей командой настраивались на поединок, мол, частине на скамеечке для запасных. В первом тайме Александр Цыганков выпустил на поле исключительно проверенных бойцов. Такой состав вполне мог появиться на поле в одном из календарных матчей осенней части сезона. Нашим футболистам понадобилось 10-15 минут, чтобы разбегаться и полноценно войти в игру. После чего самарцы прибрали инициативу к своим рукам. Высокие нагрузки, полученные командой в ходе первой половины сбора, сказывались. Скорости в игре были не очень высоки. Однако подопечные Александра Цыганкова за счет отлаженных взаимодействий взяли мяч под контроль и самостоятельно диктовали сопернику темп. Шахтер, впрочем, проявил высокий уровень игровой дисциплины и тактической выучки. Взламывать эшелонированную оборону горняков было непросто. Подходов к чужим воротам у крыльев было много, а вот по-настоящему острых моментов всего 3-4 за тайм. Семшов находился прямо напротив ворот, но чуть-чуть не дотянулся до мяча. Делькин, откликнувшись на прострел с фланга, бил в ближний угол, но не точно. А в следующей атаке Артем покатил мяч под удар Цаллагову, но нанести прицельный выстрел Ибрагиму помешал соперник. 45 минут встречи истекли, а на табло по-прежнему горели нули. В перерыве Александр Цыганков полностью поменял состав. Из игроков, заканчивавших первый тайм, на поле остался лишь Алан Чочиев, который заменил Телеса чуть раньше, на 30-й минуте. Больше получаса Бруно играть пока не рекомендуется. В отличие от исходного сочетания игроков, говорить о сыгранности второго состава крыльев не приходилось. На поле появился находящийся на просмотре защитник Георгий Джиоев, еще один новобранец команды Дмитрий Яченко, а также игроки ближайшего резерва, большинство из которых не имели в последнее время игровой практики в основном составе. У шахтера на поле оказалось оптимальное сочетание игроков. Однако принципиальным образом рисунок игры не изменился. Крылья и после перерыва были больше соперника нацелены на атаку и острее угрожали воротам. Впрочем, были и различия. Если в первом тайме волжане подолгу контролировали мяч и так надежно играли в обороне, что Сергей Веремко временами откровенно скучал, то во второй половине матча крылья играли куда более вертикально, быстрее развивали свои атаки и, соответственно, больше рисковали. У шахтера начали возникать моменты, пусть в меньшем количестве, чем у самарцев, но, тем не менее, очень опасные. И Яну Мухе нельзя было терять концентрацию. Второй состав крыльев голевых моментов создал, пожалуй, по более первого. Активен был на острие Максим Плиенко, но в завершающей стадии атак молодому форварду немного не везло. Пару раз неплохо бил издали Иван Таранов. Соперник, как и ожидалось, активно использовал стандартное положение, а на 78-й минуте шахтер подкараулил ошибку самарцев при выходе из обороны и провел образцово-показательную контратаку. Крылья не успели перестроиться, и главный голеодор Горняков, Жангалышбай, без помех пробился нескольких метров. Ян Муха был бессилен. Крылья не собирались мириться с поражением. Моменты у команды возникали, а пропустив мяч, самарцы словно добавили агрессии и без того неплохим атакам. Едва ли не сразу после возобновления игры крылья забили. Плиенко замкнул прострел Яченко с правого фланга, но боковой судья зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан. Однако мяч нашел путь в сетку и вернулся туда снова, уже по всем правилам. Муха быстро ввел мяч в игру длинным пасом Наполиенко. Максим подключил к атаке Яченко, и Дмитрий решился на дальний удар. Мяч по немыслимой дуге нырнул под перекладину, а Яченко оказался в объятиях партнеров. Я знал, что я ударил, потому что уже некому было давать в этой ситуации. Дистанция была достаточно хорошая. Попал удачно, хорошо получилось, красиво. Не то, что гол важен, то, что дебютировал в новой команде. И буду дальше как бы осваиваться, потому что сейчас идет для меня новая, потому что новая команда, новые ребята. Надо наигрывать что-то. Я думаю, что это самое главное сейчас. Первый матч Крыльев в 2014 году завершился боевой ничьей 1-1. Я бы не сказал, что результат закономерный. Я считаю, мы сегодня должны были выигрывать, так как у нас было больше моментов. А так, в общем, я доволен как бы и своей игрой, и игрой команды. Я считаю, мы сыграли достаточно хорошо для первой игры. После Нового года, после отпуска. Были моменты, должны были. Я считаю, должны были выигрывать тоже. Мы как бы пропустили такой нелепый гол. Ну, хорошо, что-то реально. На первом турецком сборе нашей команде предстоит провести еще два матча двумя разными составами. Они пройдут 23 января. Рассказ об этих встречах ждет вас в следующем выпуске футбольного региона. Первых новичков, пополнивших команду этой зимой, Крылья представили еще до Нового года. Дмитрий Яченко и Алан Чочиев работают с командой с первого дня сборов. Настало время познакомиться с новобранцами Крыльев поближе. Дмитрий Яченко начинал футбольную карьеру в московском «Динамо». Вместе с братом Евгением он с 2004 года выступал за молодежный состав столичного клуба. Однако пробиться в главную команду молодому игроку не удалось. В 2007 году Яченко в поисках игровой практики отправился в «Спартак» из Нальчика, где провел три года. В 2010-м на футболиста обратили внимание скауты Терека. И именно с Грозненским клубом связан самый успешный на данный момент этап в карьере защитника. В новой команде Дмитрий сразу стал игроком основного состава, пользовался доверием тренеров. Уверенная игра Яченко за свой клуб не осталась незамеченной со стороны тренеров второй сборной России. В 2011 году Дмитрий был вызван на товарищеский матч против Олимпийской сборной Белоруссии и провел на поле весь первый тайм. Однако, как это часто бывает, перемены на тренерском мостике ведут за собой и изменения в карьерном пути игроков. В текущем сезоне Дмитрий потерял постоянное место в основном составе Терека и по окончании контракта решил сменить команду. Но с приглашением из Самары раздумывал недолго. С адаптацией в коллективе у новичков Крыльев редко возникают проблемы. Ну а Яченко и вовсе повезло. Уже в полгода в Самаре играет его бывший партнер Потереку и старый друг Александр Павленко. Саша мне очень много помогает. Я с ним живу. Он мне много чего рассказал про Самару, про команду. Для выступлений за Крылья Яченко выбрал себе номер 33. Сначала хотел взять уже привычную тройку, но номер был уже занят. Впрочем, по этому поводу защитник не сильно расстроился. Как раз у мамы с папой в этом году 33 года, как они вместе. Едва увидев фотографии Яченко на клубном сайте, многие болельщики сразу вспомнили про белоруса Дмитрия Молоша. Ну а после того, как в первом же матче за Крылья Яченко поразил цель красивейшим дальним ударом, ко внешнему сходству добавилось ощущение дежавю. Впрочем, новобранец нашей команды не скрывает. В списках снайперов он никогда не числился. Не забивал я таких гол никогда. Это первый гол. Поворотом я тоже очень редко бью. И в премьер-лиге я еще даже не забивал. Ни разу. Впрочем, в Самаре в разные годы играло немало забивных защитников. Кто знает, может быть, и талант Яченко засверкает на берегах Волги новыми гранями. Алан Чочев – воспитанник владикавказского футбола. Как и герой нашего прошлого сюжета, он поиграл в Москве в молодежке «Локомотива», но затем отправился искать футбольного счастья в первый дивизион. В Волгаре молодой футболист получил главную игровую практику и сполна отблагодарил тренеров за доверие. Семь голов за два сезона – неплохой результат для полузащитника. Как и многих южных футболистов, его отличает хорошая техническая оснащенность и спортивная наглость. Чочев всегда охотно идет в обводку и стремится обострять игру. Впрочем, и с видением поля у Алана проблем нет. Это он показал уже в первом своем матче за крылья. Немаловажно, что Чочев является универсальным игроком и по желанию тренера готов менять свои функции на поле. Ну, я так, ну, вообще в центре как бы играю под нападающего. Могу как бы слева сыграть, слева тоже меня так тренера оставили. В основном в центре поля. У Чочева, как и у Яченко, есть опыт выступления за национальную сборную, только за молодежную. А теперь Ховбек хочет доказать, что он готов к конкуренции во взрослом футболе и на высшем уровне – премьер-лиге. Самым же ярким событием в карьере полузащитника на данный момент является матч Кубка России в составе «Волгаря» против ЦСКА. Тогда Чочев забил победный гол, а заодно и против Воли оказался в центре скандала. В концовке встречи армейцы, отчаявшись одолеть противника, начали грубить. Я не должен был вообще этот матч играть, так как у меня всю неделю была температура. И в последний день предыгровая тренировка была, и ко мне подошел тренер. Сказал, типа, ты, если что, 90 минут отыграет команда, если будет 0-0, тогда мы тебя к дополнительному времени подпустим. Так получилось, что он меня выпустил на 86-й минуте, на 88-й минуте я забил гол. Наверное, это самый яркий момент в моей жизни. Пока, надеюсь, дальше будет еще ярче. С эпизодом с Березуцким, как бы, ну, это футбол, как бы, эмоции. Мы выиграли этот матч, я, как бы, на этом эпизоде уже не зацикливался. Ну, было и было. Каждый человек ошибается, как бы, ничего страшного, я его простил, как бы, все хорошо. Приходу в крылья Чочиева больше всего обрадовался Ибрагим Цалагов. Футболисты давно знакомы по выступлениям за юношеские команды. Мы с Иброй знакомы с лет с 8. Мне было 8 лет тогда, когда я познакомился с Ибрагимом. Мы потралились в осеньки на Игоря Николаевича в одной команде. Это немаловажный фактор, что я знал, что он здесь, как бы, это как никакая поддержка. Нас мало вообще с Тин. Мы стараемся всегда друг друга поддерживать, тем более, когда общаемся с детства. Огромное желание закрепиться в составе Чочиев начал демонстрировать с первого матча за крылья. В поединке с «Шахтером» Алан был одним из самых активных на поле. Получается, пока не все. Игровые связи с партнерами еще предстоит наработать. Да и кондиции неоптимальны. Но хорошие игровые качества и запредельная мотивация – это тот багаж, с которым можно отправляться в дальнюю футбольную дорогу. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я, Дмитрий Петров, прощаюсь с вами ровно на неделю. Смотрите «Футбольный регион» на телеканале «Губерния» и официальном сайте Криви Советов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!